Я вижу, слышу, счастлив, всё во мне. Современное не всегда находит понимание у современников, так же, как поэзия у поэтов. В 1910 году, с выходом в свет шестого тома собрания и сочинений Бунина, Николай Гумилёв называет его «эпигоном натурализма», «Бунинские стихи подделками, они скучные и не гипнотизируют, в них всё понятно и ничего не прекрасно» . Совершенный стиль художественных или, как в старину говорили, поэтических произведений Ивана Алексеевича Бунина делает будто бы второстепенным его стихотворение. Никакой поэт и не должен забывать, что он сам по отношению к другим поэтам тоже только читатель Николай Гумилёв – читатель. Читатель, друг, отвечающий на самое пустяковое движение души, пусть даже в незрелых и подражательных виршах, воспринимает Ивана Алексеевича Бунина исключительно как академика, бытописателя, краеведа, наверное, ретрограда, наверное, далёкого от поэзии и полёта мыслей. Читая стихи Бунина, кажется, что читаешь прозу, удачные детали пейзажей не связаны между собой лирическим подъёмом, мысли скупы и редко идут дальше простого трюка. В стихе и в русском языке попадаются крупные изъяны. Если же попробовать восстановить духовный облик Бунина по его стихам, то картина получится ещё печальнее. Нежелание или неспособность углубиться в себя, мечтательность, бескрылое при отсутствии фантазии, наблюдательность без увлечения наблюдаемым и отсутствие темперамента, который единственно делает человека поэтом. Николай Гумилёв. Письма о русской поэзии. К прибрежью моря длинная аллея ведёт вдали, как будто в небосклон. Там море подымается, синее меж позабытых мраморных колонн. Там на прибой идут ступени стройно, и левы лежат, как сфинксы над горой. Далёко в море важно и спокойно они глядят вечерней порой. А на скамье между ними одиноко сидит она. Нет имени для ней, но знаю я, что нежно и глубоко она с душой сроднилась о моей. Я ль не любил, я ль не искал мятежно любви и счастья юность разделить, с душою женской, чистой и нежной, и жизнь мою в другую перелить. Но та любовь, что душу посещала, оставила в душе печальный след, а назвала она меня прельщала той радостью, которой в жизни нет. И от неё я взял воспоминанья лишь лучших дней и уж не ту люблю, кого любил, люблю мечты созданья и снова о несбыточном скорблю. Вечерняя безмолвная аллея зовёт меня к скалистым берегам, где море подымается синее, к пустынным и далёким небесам. И горько я и сладостно тоскую, и грезится мне светлая мечта, что воскресит мне радость неземную, печальная земная красота. 1900. Конечно, одного темперамента для словесного святого мастерства мало. Столь разные по темпераменту, как золотой и серебряный век русской поэзии, Бунин и Гумилёв держали путь по одним и тем же дорогам России, Африки и Европы. Одни и те же заповедные места открывались им, как и теперь открываются Ефраты Нила, Ака и Енисей, Миссисипи и Амазонка. Их руки касались того же меха и той же кольчуги, что охраняет души людей и животных. Одни и те же пейзажи очаровывали путников. Одно солнце вдохновляло обоих, братьев-дервишей, в обители видимого мира. Пути же их расходились разительно, как на развилке. Николай Гумилёв – романтик, экзистенциалист, испытывающий жизнь и судьбу, но проходили месяцы, и обратно я плыл и увозил клыки слонов, картины абиссинских мастеров, мехопантер, мне нравились их пятна и то, что прежде было непонятно презренье к миру и усталость снов. Николай Гумилёв – пятистопные ямы. Бунин – странник, реалист, ищущий в созерцании земного небесное опьянение. В жарком золоте заката пирамиды вдоль по Нилу, на утеху иностранцам, шёлком в воду светят парусные лодки, и бежит луксорский белый пароход. Это час, когда за Нилом пальмы чётки, и в Каире блещут стёкла алым глянцем, и Хиди Фландо катается, и гиды по кофейням отдыхают от господ. А сиреневые дали Нила к югу, к дикой нубе и к порогам, смутны, зыбки, и всё так же миру чужды заповедны, как при Хуфу, при Камвизе. Я привёз лук оттуда и колчан зелёно-медный, щит из кожи бегемота, дротик гибкий, мех пантеры и суданскую кольчугу. Но на что всё это мне? Вопрос. 13 сентября 1915. Столь по-человечески разные, а не столь поразительно близки в мастерстве двумя словами высказать необъяснимое и объяснить беспричинное. Ведь то, что у нас болит беспричинно, и есть душа. А болящая душа – это то, что немцы называют мировой скорби. Мира по Мордашвили – кантианские вариации. Вельцшмерц. Мировая боль. За последнее время я ужасно чувствую себя поэтом. Без шуток даже удивляюсь. Всё и весёлое, и грустное даётся у меня в душе музыкой каких-то неопределённых хороших стихов. Чувствую какую-то творческую силу создать что-то настоящее. Из письма Ивана Бунина Пащенко. 9 апреля 1891 года. Таков двадцатилетний Бунин. Более чем полувека спустя он сообщает Георгию Адамовичу. 25 февраля 1948 года. Жан Ле Пен. Из журнала «Ленинград» номер 1-2 1946 года. Читая стихи Анны Ахматовой, делая по метке замечания. У кладбища направо, над строкой, какая точность, пылил над словом опросительный знак. Пустырь. А за ним голубела река. Ты сказал мне, Офелия, иди в монастырь или замуж за дурака. Принцы только такое всегда, над каждым словом опросительный знак, говорят. Но над словом опросительный знак я эту запомнила речь. Пусть струится она сто веков подряд, строка дважды отчёркнута на полях и стоят два воскресательных знака. Горностаева и мантия из плеч. 1909 год. Анна Ахматова. Что ни слова, то глупость и пошлость. Один пустырь чего стоит. И это вечная Офелия, вечная ты мне сказал, вечный хамящий принц. И такую дуру прославили замечательной поэтессы. Переписка Бунина с Адамовичем. ЗОВ Как старым морякам, живущим на покое, Всё снится по ночам пространство голубое И сети зыбких вант, как верят моряки, Что их моря зовут в часы ночной тоски, Так кличут у меня мои воспоминания. На новые пути, на новые скитания Велят они вставать в те страны, в те моря, где только бы тогда Я кинул якоря, когда б заветную увидел Атлантиду. В родные гавани вовеки я не вниду, Но знаю, что и мне в предсмертных снах моих Всё будет сниться сеть канатов смоляных, Над бездной голубой, Над зыбью океана. Да чутко встану я На голос капитана. Читательская уверенность в однозначном и окончательном прочтении играет злую шутку. Даже критик, даже поэт ошибается, когда смотрит на другого исключительно сквозь призмы собственных приёмов и воззрений, и не понимает. Бунин – модернистский почерк Ахматовой, Гумилёв – старомодную музу Бунина. Много позже свершится стыдное пробуждение, и Гумилёв услышит поэзию Бунина. Произойдёт это совсем не случайно, ведь о той же творческой силе создать что-то настоящее Гумилёв посклицал в то самое время, когда называл Бунина эпигонным натурализмом. Надо вечно петь и плакать этим струнам, звонким струнам. Человек живёт в дурном сне, он ничего не помнит. Если даже помнит – мы помним всё, Александр Блок, Скифы – то вспомнить может мало. Между помнить и вспомнить други расстояния, как от луги до страны атласных баут. Анна Ахматова. Поэма без героя. А чтобы понимать, надо помнить. Поэт-маг. Душевные переживания он преображает в духовный опыт. Радость, боль, тоска, прояснённые работой рефлексии, становится текстом. Но это уже другие радость, боль или тоска. Отражённый свет интерсубъективности, интертекстуальности и набытия. Они не ранят и не убивают, как те, которыми были порождены. Они есть преодоление этого изначального, непрояснённого словом хаоса. Оттого поэт способен видеть, понимать и пророчествовать. Однако и над ним тяготеет дурной сон, как беспамятность над цивилизацией. И стыдное пробуждение также необходимо ему, как перо для бумаги. Если что-то поймёшь, то как бы просыпаешься с ощущением стыдного пробуждения от дурного навеянного сна. Оглядываешься вокруг, вновь завязывая порвавшиеся духовные нити, нити годов, дней, столетий, стран. Думаешь невольно. Господи, как вообще всё это могло быть и кем навеяно? Как мы могли забыть, что, когда, почему? Мы рядом шли, но на меня уже взглянуть-то не решалась, и в ветре мартовского дня пустая наша речь терялась. Белели стужи облака сквозь сад, где падали капели, бледна была твоя щека и, как цветы, глаза синели. Уже полураскрытых уст Я избегал касаться взглядом, Но был ещё блаженно пуст Тот дивный мир, где шли мы рядом. 28 сентября 1917 Маленький шедевр сентября 1917-го. Нет в мире разных душ. Ветер подхватывает и уносит речь. И пуст дивный мир, Времени в нём нет. Лишь белая стужа облаков И полураскрытые уста. Стихотворение прозрачное, как жест, в котором память Невыговоренного слова. Жест самопроизвольный, Самоценный и целомудренный. Бунин говорит о чуде, преисполненной чувства души. Всё и весёло и грустное отдаётся у меня в душе музыкой Каких-то неопределённых хороших стихов. В музыке преисполненное чувство души не только Бунин и Гумилёв, но русская поэзия и поэзия вообще. Так, после одного из споров с Гумилёвым, блок, раздражение Которого невольно прорывалось в жестах походки и, должно быть, в интонации, не выдержав, сказал. А вот я никогда не мог после первых двух строк увидеть, Что будет дальше. Прежде всего я слышу какое-то звучание. Интонацию раньше смысла. Кто-то говорит во мне, страстно, Убеждённо, как во сне. А слова приходят потом. И нужно следить только за тем, чтобы они точно легли В эту интонацию, ничем не противоречили. Вот тогда правда. Всякое стихотворение в начале, звенящее, Расходящееся концентрическими кругами – точка. Нет, это даже не точка, а скорее астрономическая туманность, И из неё рождаются миры. Всеволод Рождественский, Гумилёв и блок Когда на тёмный город сходит В глухую ночь глубокий сон, Когда метель кружас заводит На колокольнях перезвон, Как жутко сердце замирает, Как заунывно в этот час Квозь вопль бури долетает Колоколов невнятный глаз. Мир опустел, земля остыла, А в юга трупы заняла, И ветром звёзды загасила, И бьёт во тьме в колокола, И на пустынном, на великом Погосте жизни мировой Кружится смерть в веселье диком И развивает саван свой. 1895. Музыкой рождались миры Ивана Бунина, Расходящаяся кругами точка, Мелодия, звенящая на все голоса. В юга замела трупы, Земля остыла, Возмездие было предрешено, Астрономическая туманность росла И звучала голосом Александра Блока. Какой-то упрямый пастор Бранд Гибнет в горах во мраке метели, Отвергнутую церковь земную Заменила ему снежная церковь, Лавина, Перед гибелью является ему Призрак мёртвой жены. Александр Блок От Ипсена к Стринбергу Когда ты загнан и забит, Людьми заботой или тоскою, Когда под гробовой доскою Все, что тебя пленяло, спит. Александр Блок Возмездие И мы сидели, Сидели в каком-то недоумении счастья. Одной рукой я обнимал тебя, Слыша биение твоего сердца, Другой держал твою руку, Чувствуя через неё всю тебя. И было уже так поздно, Что даже колотушки не было слышно. Лёг где-нибудь на скамье И задремал с трубкой в зубах старик, Греясь в месячном свете. Когда я глядел вправо, Я видел, как высоко И безгрешно сияет над двором месяц, И рыбьим блеском блестит крыша дома. Когда глядел влево, Видел заросшую сухими травами дорожку, Пропадавшую под другими яблонями, А за ними низко выглядывавшую Из-за какого-то другого сада Одинокую зелёную звезду, Теплившуюся бесстрастно И вместе с тем ожидательно Что-то беззвучно говорившую. Но и двор, и звезду я видел только мельком. Одно было в мире, Лёгкий сумрак, И лучистые мерцания твоих глаз В сумраке. А потом ты проводила меня до калитки, И я сказал, Если есть будущее жизни, И мы встретимся в ней, Я стану там на колене И поцелую твои ноги за всё, Что ты дала мне на земле. Иван Гунин. Поздний час. РИТМ Часы шипя двенадцать раз пробили В соседней зале, тёмной и пустой, Мгновения, бегущие чередой К безвестности, к забвению, к могиле. На краткий срок свой бег остановили И вновь узор чеканят золотой. Заворожён ритмической мечтой Вновь отдаюсь меня стремящей силе. Раскрыв глаза, гляжу на яркий свет И слышу сердце ровное биенье, И этих строк размеренное пенье, И мыслимую музыку планет. Всё ритм и бег, Бесцельное стремленье, Но страшен миг, когда стремленья нет. 9 августа 1912 Слушая течение жизни, Отчитывая удары сердца, Что само находит повод для волнения, Убеждаешься – Ничто не исчезает, И ничто не возникает из ничего, Всё только медленно переливается Из одной чаши в другую. Чаши огромны, как океан, Что шумит внутри и снаружи. Мысль не волнует, Скорее успокаивает. Я желаю понять, Что это значит, Если я вижу, слышу и сознаю, Если душа, может быть, Преисполнена чувством. Наверное, в череде дней С умятиц разговоров, Непредсказуемости событий Есть своя мера. Безбрежность обязательно Должна знать меру. В океанских ли течениях, В воздушных ли порывах, Из чего происходит шторма И ураган, Девятый вал И после тишина. Какая радость существовать, Только видеть, Хотя бы видеть, Лишь один этот дым И этот свет. Если бы у меня Не было рук и ног, И я только мог сидеть На лавочке И смотреть на заходящее солнце, То я был бы счастлив этим. Одно нужно – Только видеть и дышать. Ничто не даёт Такого наслаждения, Как краски. Я привык смотреть. Художники научили меня Этому искусству. Поэты не умеют Описывать осень, Потому что они Не описывают красок И неба. Из беседы Ивана Бунина Со своим племянником Пушешниковым. Небо. В деревне капали капели, Был тёплый солнечный апрель, Блестели вывески из стёкола И празднично белел отель. А над деревней, Над горами Раскрыты были небеса, И по горам К вершинам белым Шли тёмно-синие леса. И от вершин, Как мрамор чистых, От изумрудных ледников И от небес зеленоватых Тянуло свежестью снегов. И я ушёл к зиме, На север, И целый день бродил в лесах, Душой теряясь В необъятных Зеленоватых небесах. И, радуясь, Душа стремилась Решить одно – Зачем живу, Зачем хочу сказать кому-то, Что тянет в эту синеву, Что прелесть этих чистых красок Словами выразит нет сил, Что только небо, Только радость Я целый век в душе носил. 1903-1905 Умиротворение Бунина Чуткое к проявлениям жизни, Как краски на картинах Русских пейзажистов. Для отражения этих красок Ему нужен был чистый звук, Ясный голос. Как скоро я его нашёл, Всё остальное даётся само собой. Его мысль не скупа, Она выражена оптимально В деталях пейзажей И бескрылых мечтаниях. И любовь – Неизбежная амуниция формы. Любя, Мы учимся постигать. Чтобы быть понятой, Форма окунается в любовь. Бунин, Несомненно, Учился у живописца. Его литературное письмо Оживает перед понимающим взором. Одно только нужно, Если повторить мысль Бунина – Видеть и дышать. Он отдаётся созерцанию И чувствует, как приближается Сладострас на исчезновение В Боге и Вечности. Эта мысль о Вечности Мягким, примиряющим светом Освещает бесконечное разнообразие Явлений, попадающихся ему на пути. И радости, и страдания земли Находят примирение в этой мысли. Могилы и руины говорят ему Не о смерти и тлении, а, напротив, О неумирающей красоте, О вечной связи между вещами В одном трансцендентальном порыве, О единой гармонии. Он верит, что, загоревшись однажды, Человеческая жизнь не пропадает бесследно, Что, если мы сгорим без возврата, То долго не умрёт жизнь, Что горела в нас когда-то, И красота, что мир стремит вперёд, Есть тоже след былого. Энциклопедический словарь Бракгауза и Ефрона Спокойный взор, подобный взор улани, И всё, что в нём так нежно я любил, Я до сих пор в печали не забыл, Но образ твой теперь уже в тумане. А будут дни, угаснет и печаль, И засинеет сон воспоминанья, Где нет уже ни счастья, ни страданья, А только всепрощающая даль. 1901. Я вижу, слышу, сознаю. Сознательное, как сад, Требует постоянного ухода, Возделывания. Продолжай, спеши, Ещё наполнить звуками мне душу. Пушкин Это искусство, это горенье, Постоянная работа над звуком, Голосом, краской. Не столько над техникой Собирания плодов, Сколько над самим садом, Где могут произрастать Столь изумительные творения. Одно ложное слово – Неискренний вздох И мысль убита в самом ростке. И чувство – мертво, Как мертво всё, что нецеломудренно. Жив человек, Живо и благомысли, Проникнутые чувством. Если только помнить о том, И каждая вещь, как слово молитвы, Обретает смысл И удивляет эвристикой. Лет семи началась для меня жизнь, Тесно связанная в моих воспоминаниях С полем, С мужицкими избами, А потом и с ними, И с моим воспитателем. Чуть не всё свободное от учения время Я вплоть до поступления в гимназию, Да и проезжая из гимназии на каникулы, Провёл в ближайших от бутырок деревушках, В наших бывших крепостных и у однодворцев. Явились друзья, И порой я по целым дням Стерёг с ними в поле скотину. А воспитателем моим был пристранный человек, Сын предводителя дворянства, Учившийся в Лазаревском институте восточных языков, Одно время бывший преподавателем Васташковой, Тамбове И Кирсанове, Но затем спившийся, Порвавший все связи родственные И общественные, И превратившийся в скитальца По деревням и усадьбам. Он неожиданно привязался ко всем намокам, Не особенно, И этой привязанностью И своими бесконечными рассказами Он немало нагляделся, бродя по свету, И был довольно начитан, владея тремя языками, Вызвал и во мне горячую любовь к себе. Он мгновенно выучил меня читать По Одиссеи Гомера, Распалял моё воображение, Рассказывая то о медвежьих Осташковских лесах, То о Дон Кихоте, И я положительно бредил рыцарством. Поминутно будил мою мысль Своими оригинальными, Порой даже не совсем понятными, Не разговорами о жизни, о людях. Он играл на скрипке, Рисовал акварель. А с ним вместе иногда по целым дням Не разгибался и я, До тошноты насасываясь С кисточки водой, смешанной с красками, И на всю жизнь запомнил То несказанное счастье, Которое принёс мне Первый коробок этих красок. На мечте стать художником, На разглядывании неба, земли, освещения У меня было довольно долгое помешательство. Он писал стихи, Сатирические вирши на злобы дня, И вот написал стихотворение и я, Но совсем не злободневное, О каких-то духах в горной долине, В лунную полночь. Мне было тогда лет восемь, Но я до сих пор так ясно помню эту долину, Точно вчера видел её наяву. Вообще, много представлял себе тогда Чрезвычайно живо и точно. Иван Бунин. Автобиографическая заметка. Христос воскрес, Опять зарёю, Редеет долгой ночи тень, Опять зажёгся над землёю Для новой жизни новый день. Ещё чернеют чаще бора, Ещё в тени его сырой, Как зеркала стоят озёра И дышат свежестью ночной, Ещё в синеющих долинах Плывут туманы. Но смотри, Уже горят на горных льдинах Лучи огнистые зари. Они ввысь си пока сияют Недостижимой, как мечта, Где голоса земли смолкают, И непорочна красота. Но с каждым часом, приближаясь Из-за аллеющих вершин, Они заблещут, разгораясь И в тьму лесов, и вглубь долин, Они взойдут в красе желанной И возвестят с высот небес, Что день настал обетованным, Что Бог воистину воскрес. 1896 Единый живой организм сознания. Нет в мире разных душ и времени в нём нет. В мелодии симфония звуков И гармония аккордов в музыке. Возможно ли разъять их, Не умерщвляя единого организма? А ведь разымаем границами, Государствами и даже языками, Которые не стремимся понять. Ни много ни мало буквы Складываются в слова, Слова в сочетания, Фразы, Абзацы И, в конце концов, в повести. Подобно тому, как семь нот Создают всё велеречие, музыки, Значки алфавита Увековечивают всякое слово, Всё написанное и помысленное. Тут могут быть, безусловно, совпадения, Иногда даже буквальные, С тем, что думал, например, когда-то Платон, Или подумал кто-то сейчас, За тысячу километров от нас, Неизвестный нам Иванов или Чавчевадзе. Неважно. Эмпирическое указание за тем, Постфактуму, на то, Что они подумали то же самое, Что говорил, скажем, Платон, Не имеет значения. Вопрос о плагиате, повторяю, О влиянии, филиации, идей, В данном случае, на мой взгляд, Неуместен. Мираб Мамардашвили, Идея преемственности И философская традиция. Восемнадцатилетний Александр Блок, Как некий Иванов или Чавчевадзе, Повторяет ту же мысль Бунина Или Платона. В море одна лишь волна, Быстротечная, В небе одна лишь звезда, Бесконечная, В мире одна лишь душа, Вечная. Здесь идёт речь, когда я говорю Об опыте сознания, О каком-то отношении Или соотнесённости В сознании всего мира, О какой-то связности его До любого содержания, До любой предметной кристаллизации И, следовательно, до предметных утверждений Об объектах мира Мамбардашвили. Парус Звездами вышит парус мой, Высокий, белый и тугой, Лик Богоматери между них Сияет благостен и тих. И что мне в том, Что берега Уже уходят от меня, Душа полна, Душа строга, И тонко светятся рога Молодой луны Закате дня. 14 сентября 1915 Есть различия между намерением мысли И мыслью, намерением помнить И памятью. Всего обыденного человеческого рассудка Недостаточно для мысли, Пусть даже для одной случайной мысли, Ведь обыкновенно человеку Во всей его суете Такая мысль кажется мечтой бесполезной. Что толку говорить о Боге, Природе, смысле, предназначении? Однажды выясняется, Что только этим предназначением Мы и живы. Мы идём к себе издалека, Весьма издалека. И, кстати, за это время и в пространстве, Пока мы идём к себе, Может многое случиться. До себя можно и не дойти. Мираб Мамардашвили. Мысль в культуре. Однажды выясняется, Что мы не ведаем, что творим. Организуя пространство вокруг себя, Мы совсем запустили своё собственное, И стены глухого непонимания Разделяют всех и каждого. Душа не поёт, Музыка не рождается, Техника бунтует в многотрудных руках, И беспросветное существование Заключает одинокое «я» в камеру пыток. Поэзия преображает душу. Парсель Пруст называл поэзию Чувством собственного существования, А разум – бесконечным чувствованием. Нужно больше видеть и знать, Знать душой исполненное чувство. И тогда память, Состояние живое и непосредственное, Обоймёт настоящее Музыкальным счастьем мышление. ВЕЧЕР О счастье мы всегда лишь вспоминаем, О счастье всюду. Может быть, оно – Вот этот сад осенний за сараем, И чистый воздух, льющийся в окно. В бездонном небе Лёгким белым краем Встаёт, сияет облако. Давно слежу за ним. Мы мало видим, знаем, О счастье только знающим дано. Окно открыто, Пискнула и села На подоконник птичка, И от книг усталый взгляд Я отвожу на миг. День вечереет, Небо опустело, Гул молотилки слышен на гумне, Я вижу, слышу, счастлив. «Всё во мне» 14 августа 1909 И на подоконник птичка